Здравствуйте, дорогие друзья и враги! С вами я, Евгений Панасенков, и это эфир канала Здравого Смысла. Сегодня мы ответим на вопросы, присланные на канал, присланные вами, их разбирают мои помощники, сегодня их задает Антон Кужим, и затем моя рубрика «Новости». Но начну я с праздничной темы, потому что вот вчера, все воскресенье, мне почему-то писали в личку такие две однотипные фразы. «Простите меня» или второй вариант «Простите меня грешного». Я всем резонно в это воскресенье отвечал «Панасенков простит». И надо сказать, что вот как-то они воспринимали это как должное. Никто не продолжал какие-то реплики. На самом деле я придумал вот что. Надо объединить все праздники Плебса в один. Название примерно такое. «Воистину Международный день женского защитника нового народного единства со слезами на глазах». Как праздновать? Необходимо дарить носки, одетые на гладиолусы, и напиваться, закусывая двумя гвоздиками с трекратным поцелуем тарелки с салатом оливье под песни Иосифа Борисовны «Кутуньо». Вот такая история. Мне кажется, что действительно надо как-то рационализировать процесс. Ну, чего там несколько раз, да? Надо в один день объединить там 8, 23, 9, 1 и прочее. Все это объединить. И не выходя из состояния, потом уже на следующий день, ничего. Поэтому целый год вот такой международный день народного со слезами на глазах и женщинами. Тоже на всем. Потому что если праздновать, да, ну что отвлекаться от этого? Надо всегда. Еще 8 числа тоже для плебсы был день Розы и Клары. Русско-советские коммунисты православные, конечно, не могут обойтись без гендерных праздников Розы и Клары. И нищие пришивые, замученные бытом кобельки в очередной раз понесли целлюлитным двуногим подножный корм, так называемые цветы. Временно именовали стирку и животное траханье по этическим названиям пола и жрали водку с шашлыком или салатом. Ну, вот что же, в принципе, между школкой и могилкой быдло может и пойло перехватить вместе со стороной. Главное вместе, понимаете? Вот это когда в один день, в едином порыве, все быдло. Да еще это делали и те, кто их, так сказать, породили и прочее. Это такой вот плевок из этого дела в могилу, да, как говорил Ироневский. Вот вся их жизнь между одним и вторым. Так, Антон, привет. Доброй ночи, Евгений. Да, мы всегда, у меня нет времени, пишемся вечером, ночью. Это я здесь, ты в Ленинграде, он же Петербург. Так, что интересует народа, население страны и разных стран? Начнем с насущной темы, с темы России. Все еще часто приходят вопросы. Каковы перспективы российской оппозиции? Поразительное упорство. Я имею в виду не оппозиции, а имею в виду вот вопрошающих. Если бы не было западных гаджетов, компьютеров, интернетов и так далее, они даже не могли бы спросить, как дела там в российской оппозиции у нас. Такой тоже спорт спрашивать. Я уже говорил, оппозиции никакой в России нет. Есть несчастные диссиденты, есть те, кто пытаются пиариться, пытаются заработать. Вон самый известный Леша Навальный, который, конечно, я всегда говорю, что надо поддерживать, пока ты сам для себя не решил, что ты идешь в президенты, надо поддерживать того, кто идет. Неважно, по каким, так сказать, задачам своим, вот он ужасно тщеславный, и он хочет, ну, и он, так сказать, делает все достаточно последовательно. Поэтому, пока ты сам не решил, это непорядочно ни себе, ни людям не поддерживать. В этом смысле я его поддерживаю, хотя трагично, потому что приходится поддерживать того, кто, в общем-то, не близок в плане, что Леша неинтеллектуален, патологически неинтеллектуален, невежественен и не развивается. И все это, по-моему, если, допустим, лет 20-30 еще можно что-то в интернете выискивать чужие дачи, и говорить, вот я нашел дачу, вот я ее там с высоты синичкового, зябликового полета снял дачу, а то лет там 40 или сколько ему это уже просто, ну, не дело, ну, надо свою какую-то построить или там что-то еще, бегать за чужими дачами. Путин строит, а он об этом сообщает, ну, что это такое, это уже скучно, это скучно, понятно, что там хипстеры ходят, понятно, что хипстеры что-то ему там переводят и прочее, но так или иначе, вот пока сам не решил, надо поддерживать. Оппозиции нет по очень простой причине, у нее нет исторических корней, общество себя не осознало как общество, потому что есть рабы и диссиденты, и надсмотрщики, вот, собственно, все, что есть в меню. И, кроме того, понимаете, никогда народ ничего на самом деле не решает. Решает так называемая элита, плохая она, хорошая, у нас она просто дерьмовая, и это, конечно, филологический парадокс, но что поделать, вот, Россия, это вся парадокс, в том числе филологический. Наши богачи, те, кто хапнули денег, это быдло в своей биографической основе, потому что они вышли из быдла полного, причем не просто из там среднего класса, а часто действительно из быдла совсем, гопников. И даже, ну, не плохие, не злые, не злобные из них, и те, кто не кричат там, значит, что это наши или там не обожают имперство, они невероятно пассивные, они все равно тратят деньги на Майами, на Бали, на Монако, они никогда копейку никакую не отдадут в оппозицию. А как человек, ну, ему же жрать что-то, есть что-то, он же должен где-то работать, как он пойдет не то, чтобы в оппозицию, как он что-то напишет там по избуке или скажет на работе, его тут же уволят, им нечего будет есть. А это быдло богатое, оно не поддерживает никого и ничего. Оно не поддерживает ученых, оно не поддерживает политиков оппозиционных, оно ничего не поддерживает. Оно абсолютно пассивно, и это класс нахлебников и дегенератов, на самом деле. Другого слова нет. Вот основная проблема именно в этом. Именно. И так, кстати, во всем. Знаете, ведь все хорошее было создано на большие деньги. Это правда. Если вы посмотрите на искусство, например, если вы посмотрите на Версаль, без больших денег короля нельзя. Если вы посмотрите на буржуазную эпоху, это заказы богатых буржуа. Если вы посмотрите на американские университеты, то эти университеты это кто? Это что, государство? Нет, это что, организовало какое-то там, я не знаю, сообщество нищих? Нет, это организовал союз советских социалистических? Нет, это были частные деньги богачей, магнатов, которые решили после себя оставить университет. И они оставили. Что оставят после себя, сложно сказать, русские, я там русских не вижу, по нации. Но то, что российские олигархи, кроме дерьма, ничего они не оставят. Потому что это абсолютное быдло, они оттуда вышли, туда и вернутся. И они не оставляют университетов, они не спонсируют свободу мыслящих людей в оппозиции, в науке и так далее. И я вам хочу сказать, что если даже поглядеть, какие-то копейки пересылали на мои исследования, мою книжку, это всегда нищие студенты, нищие интеллигенты, там по 500 рублей, и ни одного за столько лет я тружусь и подставляюсь, и ни одна тварь обеспеченная ничего не поддержала. Это о чем-то говорит, говорит. Если вы посмотрите на то, что происходит, ну там человека арестовали, или кого-то там студентов, неважно, или правозащитника, и кто-то ему, его семье или ему кто-то помог из обеспечения, никто никогда. И прочее, прочее. Вы знаете, это такое невероятное подонство. И в отличие от них, чекист, который в 90-е годы спохватился вовремя и все сделал, Путин, он прекрасно понимает человеческую природу и природу, в общем, так сказать, развития общества. Поэтому он покупает, он платит пропагандист, сам Соколов, эти самые, как его, Зябликовы, эти, Соловьевы, так называемые, хотя там Соловьева фамилия-то другая при рождении и прочее, Киселевы и прочее. Они все получают немыслимые деньги. Шрёдер тоже не просто так консультирует российскую компанию. И поэтому Германия находится в таком правильном направлении в отношении путинских всех дел на международной арене. И так далее, и так далее. Он прекрасно, он покупает. И, ну, не обязательно покупать. Вы знаете, надо поддерживать, хорошую-то надо поддерживать. А он просто покупает. И поэтому он пока побеждает в плане, так сказать, тактическом. В стратегическом, понятно, всё, такой режим, он обречён. Обречён, конечно, более того, он как бы и есть и нет. Потому что, с одной стороны, он и есть, и он может посадить. С другой стороны, в России всё как-то, знаете, очень эфемерно. И всё на соплях, даже тоталитаризм и авторитаризм. Поэтому вот Путин платит, а за свободу никто не платит, а есть что-то надо. И оппозиции так не случится, просто не будет. Если потом какой-то будет верхушечный переворот, чтобы, так сказать, перелицевать, переодеться и нормально жить с Западом, чтобы Запад не мешал спокойно сидеть на виллах, тогда да. Ну и народу позволят для красоты там помитинговать, этим нужно прикрыться, этим нужно совсем оголтелых имперцев как-то поставить в рамки и всё. Это другое. Но естественным, классическим, таким, знаете, из учебника вариантом не получится, потому что нету... Знаете, даже революция 1917 года, её же спонсировали, ну, в общем, буржуазия спонсировала. Те же самые саввы, те же самые купцы, они помогали и Горькому, они помогали и большевикам даже, что очень плохо. Но тогда была эта оппозиция, они им помогали, а сейчас этого нет. Сейчас просто какая-то совершенно голая история. И что, ну а кто оппозиция? Ну, замечательный, вот есть Ахиджакова, который ходит на все эти процессы, на все прочее, и вот она так говорит. Да, ну это же что, это никакой оппозиции не получится. Серьёзно, это будет вечный, там, мелкие влогеры возьмут у него интервью, и этим закончится. Давай дальше. В тему недавно произошедшего скандала в Дагестане. Боец смешанных единоборств потребовал наказать людей за спектакль со сценами, которые, по его мнению, оскорбляют местных мужчин. Пришло вот много вопросов из-за этого. Спрашивают вас, насколько вообще это адекватно. Чтобы в современном обществе происходили подобные случаи. Ну, прежде всего, если некий, ну скажем, мягко для эфира, работник физического труда сумел зарегистрироваться в каком-то изобретении учёных, да, там, где есть электричество, интернет и прочее, то есть это мой там Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, или его зарегистрировали, это не значит, что он может там выражать некое своё мнение, потому что на мнение надо иметь интеллектуальное право. Если он не занимается чем-то умственным, если он не занимается наукой, театром, искусством, конечно, какое он имеет право на мнение. Но там же не было мнения. Там были угрозы, там было агрессивное, так сказать, высказывание. И это омерзительно в современном мире, в современной России, что такое позволяется, и что правоохранительные органы немедленно не разобрались с этим, с этой ситуацией, с этим агрессивным, так сказать, месседжем. Но, в принципе, что? Их распустили, их вообще там распустили. И они, естественно, наглеют. И надо напоминать, что есть законы Российской Федерации, что они должны действовать везде, что им дают машины, им дают компьютеры. Ну что? Это уже тема избитая, изрытая и бесконечная. И она не улучшится, потому что путинская Россия и так называемая русская весна – это все такие эфемерные вещи. Никакого возрождения, там чего-то прочего. Что возрождать, если не было античности? То есть, возрождения России не было и быть здесь не может, тем более при Путине. И от дедовщины до вот таких агрессивных высказываний – вот вам русская весна. Вообще, поскольку сейчас у нас уже начало, почти середина марта, обратить внимание, с утра, днем и вечером метель, снег, еще сугробы лежат и прочее. А постепенно, где-то протально там выступает, простите, дерьмо, потому что советско-русские люди не научились за собаками и за собой убирать еще многие. И вот это как бы для меня такой символ, как бы одно соответственно и другое. Потому что русская весна где-то там в конце февраля, в марте, уже в начале марта в Италии, во Франции, в Англии выступают крокусы, нарциссы, цветы. И люди гуляют уже, куртки, легкие плащи постепенно. Это называется весна. А русская весна это метель. Ну, то есть это никакая не весна. И потом постепенно проступает дерьмо. И то же самое, вот видите, метафора путинская, путинский режим и вот эта так называемая, конечно, никакая не русская весна, тоже заморозки политические, плюс выступает, проступает дерьмо. В каком смысле? В плане хотя бы по телевизору, во все эти пропагандисты и прочее. Я очень хорошо помню, когда началась вся эта история с Украиной, сколько лет я ходил на все ток-шоу, там были свои какие-то фрики вроде коммуняк, там водили, ну, это брюхатая Проханова, еще кто-то, Ампилов покойник, что-то такое ходили, ну, как фрики. Да, их, конечно, нельзя было пускать, но неправильно понятые плюрализм мнений. И потом вдруг стали появляться совершенно отмороженные дикари, шваль, мразь, грязь, просто с нуля и непонятно откуда, я не знаю, их из помойки вытащили. Они появились буквально за месяц-полтора, это нонсенс мировой истории, чтобы неизвестные никому людишки, шваль появился в эфире, она заполонила все, и они несколько лет уже кричат и владеют, и фашистуют в эфире и прочее, причем фашистуют, даже неправильное слово, потому что есть там Италия, Муссолини, образованные люди, долго или много лет были в политике, а здесь это какая-то маргинальная грязь, просто маргинальная грязь, которая вылезла, которую вставили из Кремля в эфир и спонсируют и прочее, прочее. Вот такая русская весна. Поэтому и Россия не может жить нормально, потому что есть те, кто ведут себя агрессивно, они не просто не наказываются, они поощряются, и они позорят, кстати, Россию, по-моему, этот же, если я не ошибаюсь, этот дед устроил после боя драку в США, и будет писать, что вот гражданин России так себя агрессивно ведет, это же позорище. Но я всегда говорю, я физиономист, и надо смотреть на антропологию, на приматологию, поглядите на персонажа лично, визуально, посмотрите фотографии, и вам все будет понятно. Вот, и я советую изучать людей не только в современном варианте, но смотрите музеи палеоантропологии, и дальше изучайте некоторых товарищей из Думы, и вы для себя многое научно откроете, потому что политология – это поверхностно, а вот история – это глубоко. Давай дальше. Следующий вопрос. Вот вы уже не первый год просвещаете людей относительно глупости религии, но есть все-таки еще тормоза. Вот, например, иногда присылают вопросы с упоминанием известных людей прошлых веков. Например, деятели 15-го, 16-го, 17-го столетий, которые якобы верили в Бога, но при этом никаких подтверждений этим фактам они не приводят. Если вас не затруднит, как бы вы прокомментировали эти комментарии? Ну, упертость верунов, она хорошо известна, и отвечать им бессмысленно, потому что если они уже могут видеть и слышать несуществующие вещи, то это психическое расстройство, галлюцинация – это очень серьезное расстройство, а бороться с галлюцинацией с помощью аргументов и логики – это, знаете, как против ветра бороться с путинским режимом. И что касается этих, то это подонство и подлость. Вот подобные штучки ясно, что в 15-м, 16-м, 17-м веке любой человек, какой он, выдающийся, невыдающийся, он не знал тех элементарных сведений, которые сегодня обладает любой школьник 1-го, 2-го, 3-го класса. То есть ученые в своей совокупности сегодня знают о мире, о космосе, такое количество информации. И мы научились летать в космос, и мы получили электричество, и у нас есть микроскопы-телескопы, у нас есть генной инженерии, у нас расшифровали различные части генома и прочее. То есть немыслимая информация. И это произошло за 100-150 лет, когда выродские клирикалы, жирные попы, они не ослабили воющие, просто их постепенно общество стало с себя скидывать. Это иго, это чудовищное иго. И перестали вешать ученых, перестали сажать ученых. Ученые дали людям науку и медицину, и многим, конечно, зря медицина. Я считаю, что истинно верующие должны не пользоваться медициной, а просить помощи Бога, просить помощи святых, как можно чаще иметь отношение с иконами, то есть просить у икон, вот там что-то сломал ногу, давай, значит, надо подойти к иконе прибавления ума и несколько раз как-то с ней пообщаться, чтобы эту ногу как-то срастили или там новую дали, не знаю, что-нибудь происходит. И так совсем, особенно вот раковые больные, я не понимаю, зачем это. Надо молиться, именно свечки, свечки, еще раз свечки, и еще раз свечки, и везде свечки. Тут, правда, опять-таки, какой смысл говорить логично? Если Бог наслал, значит, Бог все-таки не фраер знает, на кого насылать, да, там рак, перелом и прочее, аварии. Поэтому они должны как-то между собой это все решать без участия медиков, которые много и много столетий попы запрещали нормальной медицине развиваться, запрещали даже, вы знаете, резать трупы, изучать строение человека. Вон Микеланджело и Леонардо сколько страдали от так называемого закона, когда выродские попы местные им там запрещали и чуть ли не сажали в тюрьму за то, что они изучают строение человека. Это же чудовищно, сейчас об этом не вспоминают? Они стараются не вспоминать об этих преступлениях религии. Поэтому вот это такое подонское поведение, когда говорят, что вот там такой-то великий человек 16 века или даже 19-го, чего-то там говорил про Бога, а он просто, у него не было информации, которая есть сегодня у всех. И, конечно, сегодня бы он такого никогда не сказал. И не надо путать, потом у любого человека, даже великого, бывают и психические расстройства, бывают разные вещи. Он, может быть, в одной профессиональной области великий, в другой он, так сказать, на дуэли вызывает Дантеса, тоже не от большого интеллекта. Поэтому вот так. Это подонское поведение свойственно для невежественных людей. Давай дальше. Приходит много писем с Украины. Вас благодарят за вашу деятельность, за вашу поддержку их страны. И если объединить все вопросы, которые вам задают, то это, во-первых, каковы перспективы их страны. И что вы можете сказать о их предстоящих выборах? Я уже много лет говорю. Я в Украине никогда не был, но я очень был против, и вы все знаете, эти последние годы, агрессии режима против Украины. То есть я не могу поддерживать Украину, потому что я просто не знаю, не был. Но я против агрессии. И то, что я вижу, это чудовище. С другой стороны, я очень обрадовался, что действительно вот Майдан европейский, Евромайдан, они идут в Европу. Это было прекрасно. Совершенно правильно. Абсолютно правильно. Правильные намерения, достойные намерения. Так и нужно. Но видите, они, как они. Это значительная часть украинского населения. Там же разные люди. Есть прекрасные, образованные, просвещенные. Есть такой середняк. Есть просто быдлые, есть психопаты. То есть от России-то они не сильно отличаются. Здесь тоже есть просвещенные, прекрасные. Есть, в общем, так сказать, ни туда, ни сюда. Есть и дикие. И они все, этот весь, всю идею и пути в Европу, к сожалению, тактически провалили. То есть вот сейчас они могли бы провести настоящие реформы, ожить, зацвести. Ничего этого не произошло. Это, к сожалению, вылилось в позор. И сколько я советовал последние годы, чего делать. А советы были очень четкие и простые. И простые по своей ясной коннотации и форме. И все это, естественно, было провалено. Потому что победили совки. Даже не нацистские. А вот, я не знаю, какой-то фольклор поганый. Эти дебильные усики, дебильный хохол. Дебильные портреты этого усатого, кошмарного. Значит, в школах у них висят. Я забыл, как он называет. Который писал по-русски. Который был на Украине. Он был крепостным. Его выкупили питерские любители мальчиков. Воспитали в Питере. Писал он по-русски. А его там обозначили как герой Украины. Как его? Тарас Шевченко. И они почему-то... Надо вешать европейских ученых, композиторов. То есть, это туда идти. Надо повесить туда что-то эстетское. Потому что, если ты со школьной скамьи смотришь в эту тупую фотографию. Невероятно тупая. Самая по себе. Может, он что-то неплохое по-русски и написал. И частично по-украински. Но на фотографии, если с 7 лет на это смотреть, ты вырастешь дебилом абсолютно. Все же от эстетики идет. Повесил Алена Делона с Катриной Денев. Это одно будет... Надо туда какую-то эстетику. Надо Бертрана, Рассела, Вагнера, Эйнштейна. Не знаю, что-то. Ну, так или иначе, мирового значения вешать. И на этих портретах, образах воспитываться. То есть, это должен быть античный профиль Наполеона, Антиноя. Это должен быть какой-нибудь Марк Аврелий. Это что-то такое всемирного значения. Шекспир, Оскар Уальд, Бернер Шоу. Но нельзя же вешать вот это местечковое. И так все. Вот они изгнобили. Но эти портретики фольклорные, все эти распашонки, вышиванки, это же для чего нужно? Чтобы подонки под эту дудочку грабили бюджет и грабили население. Вот это калька с России. Только без нефти. В нищете. Ну, нужно это. Если вы хотели получить православный и, так сказать, поповский маразм, плюс фольклорные эти архаические вещи, уже есть Россия. Пожалуйста, уже есть прекрасный у вас президент Путин. Зачем вы будете выбирать между клоуном с крысиным голосом, который готов встать на колени перед Путиным, этот Зеленский, да, и конфетным совком Порошенко, который носится и пытается перед выборами обмануть дебильных бабок этим термосом и прочее. Ну, что это? Уже есть такая страна, где носится с православием, уже есть такая страна, где носится с традициями и пытается найти в истории, чего никогда не было. Уже есть. Это называется Россия. Зачем вы, если вы не хотите в науку, в цивилизацию, зачем вы пытаетесь? Уже есть. Да идите, сидите под Путиным, будете богаче. Он же вас покупал, покупал столько лет и еще бы покупал. Он же нежадный человек, понимаешь? Поэтому печальная, очень печальная история. С православием Украина вообще, так сказать, подскользнулась сюда. Причем много раз. Я бы сказал так, что православие – это бич Украины, потому что сначала она была отделена, как и Россия, от Европы из-за этого, потому что не было католицизма, не было протестантизма, не было этой единой системы развития языка латинского. Сначала отделилась так. Потом опять Польша, выбор между Польшей и Россией. Да, понятно, поляки не очень хорошо относились, но почему они должны хорошо к провинциалам относиться? Значит, надо доказывать, надо бороться, но в рамках цивилизации. И нет, решили из-за православия пристать под крылышкой России. Ну, получили, тоже получили. И сейчас опять то же самое. Нашли там какого-то самого тевтеля, такая ходячая тевтеля губастая, поганая рожа совершенно у этого главного попа. И теперь носятся с термосом. Это комедия. 21 век они с термосом носятся. Безумие. И этот жирный Порошенко, я помню, кадры, кто-то спрашивает, а вот как коррупция? Ой, ты, значит, вот, московские провокаторы и прочее, и этим невежественным бабкам окружающим кричит, слава Украине, и дебильной бабке героям слава. Ну, что это? Это как коммунистический привет. Это коммунизм, понимаете? Как и с языком. Надо же подходить ко всему, как к рыночной экономике, по-европейски, капиталистически, и надо конкурсный язык устраивать, да, что более выгодно, что хочет население. Я узнал, что там какие-то есть квоты на рамках. Мальчик пишет, он пытается что-то вокализировать, на Украине пишет, в Украине сейчас как надо. Кстати, я придумал, надо, чтобы не ссориться, а чтобы всем было хорошо. Надо так говорить, вна Украине, понимаешь? Я думаю, что всех устроить. Вна Украине. Он пытается петь, оказывается, там на радиостанциях какой-то квоты, что-то процент обязательно на украинском языке, какой-то на русском. Что за дебилизм, что за коммунизм? Это чистый коммунизм. Есть и рыночная экономика. Если он хочет петь по-русски или по-занзибарски, по-английски, он так и должен петь. Или так и надо говорить. А если вы будете искусственно наслаждать язык, это чистый коммунизм. Вот вы там декоммунизацию проводите, но если вы снесли Ленина, который запрещал, отнимал и устанавливал, так сказать, квоту на все. Что такое коммунизм? Это квота на все. Сверху. И это то же самое, квота на язык, квота на все. Это большая ошибка. И Путин этим прекрасно пользуется. Что вот вы там наступаете на язык. Надо хитрее быть, умнее и хитрее. Но это не про них в целом. Поэтому я повторяю, что есть прекрасные люди. Я многих узнал через интернет. Я смотрю какие-то ролики. Это люди образованные. Люди так хотят жить цивилизованно. И что кто-то пишет там в личку и прекрасный. Но есть абсолютное быдло, фольклорное. Вот это вот с усами и бредом, и выдумкой, которые себе там на аватарках рисуют. Эти летающие объекты с трезубцами. Это очень смешно. Но это нищие хохлы, понимаете, пользуясь фотошопом западным, американским, будут изображать величие древних казачков. Это безумие. Кстати, то, что там Казахстан, Туркменистан и прочее, смеюсь, они фотошопят в кино, мультики делают, какие-то грандиозные свои азиатские мероприятия прошлых веков. Там ничего не было. Была юрта, это нищета. И они как-то плодились странным образом. Они сейчас путем западных технологий делают мультики, где себя изображают грандиозными рыцарями. Это очень смешно. Это очень смешно. У них не было там ни письменности, ничего. Ну и так далее. И здесь то же самое. Поэтому не надо ничего рисовать. Не надо смотреть назад. Там ничего нет. Ничего себе. Там, где было, там оно и есть. В Италии, во Франции, в Германии, в Англии была великая история. Оно и есть. У них и в России ничего особенного такого не было. Ну, в России были там хотя бы деньги пригласить и построить, чтобы итальянцы построили Кремль, чтобы итальянцы, немцы там построили, наполнили собой Эрмита, чтобы немцы придумали патриотизм, перевели с немецкого и там устроили жесткий железный патриотизм Николая. И, кстати, Николай I, вообще все эти романы, а также Гольштейнга торпы, начиная с Петра III, это чистокровные немцы, Гольштейнга торпы. Поэтому у империи хотя бы есть деньги в центре, в столицах, в обеих столицах организовать масштаб и завести западных ученых, музыкантов, чтобы это была эстетика, чтобы это были центры культуры. А провинция, империя, это всегда очень печально, это такое все пронепрокоповано, и за десятью зайцами, да, они погнали за десятью зайцами, хотят, кричат, что в Европу, на самом деле сидят на хуторе, и очень печально. Я повторяю, что когда я говорю, они, вы не должны, вот те, которые хорошие, которые просвещенные, которые не играют в термос, которые не, значит, архаичные, не изображают из себя этих сахалком и с усами, вот они изумительные, им надо помогать, и мне печально, что они сидят в таком же, не скажу чем, что и вот совки, те, кто хотят возвращения в совок, или те, кто хотят возвращения в небывалый фольклор, вот там же три составляющих. Основная часть это, видимо, совки, вторая по численности это психопаты с фольклором, и третья это вот те, которые просвещенные, но они малочисленные, к сожалению, мало что могут сделать. И олигархи, прикрываясь термосовым и фольклором, там спокойно все это пилят и дербанят. И хочется спросить, знаете, я спрашиваю, ну как нашим вот в России, как вам с Крымом, да, нормально ли, ну пусть голодные, без пенсии, но хотя бы с Крымом. Хочу теперь спросить, как вам с Томасом, так сказать, как вам с Томасом живется, да? Эти идиоты еще из, я делю украинцев и хохлов, вот эти вторые, они кричат, ой, вот, это русский, значит, он против нашего отдельного Томаса и так далее. Дебилы. Я конкретно 500 раз сформулировал, я не против Томаса, я за то, чтобы выкинули гундяевцев. Гундяевцев, это прекрасно, но, ребята, ну какой же идиот избавляется от одного плохого и напяливает на себя и становится на колени и сосет перед другим, понимаете? Так вы избавились бы от всех мракобесов сразу, зачем же под других-то, зачем у других сосать? Я про ребят, вы же с ума сошли, что ли, вы же идиоты. Я четко сформулировал, я правильно, я рад, замечательно, хорошо убрали, значит, каких-то тех, кто был связан с КГБ, но эти же также проповедуют невежество, мракобесие, бредятину. Вы же должны народ просвещать, давайте, если вы идете в Европу, так, пожалуйста, показывайте документальные фильмы о науке, там, не знаю, об эволюции, о генах, о ДНК, о нейрофизиологии, о космологии. Вот это, да, зачем же вводить народ перед выборами, ну, понятно, почему перед выборами, в мракобесие. Это же смешно, вас от одного и сразу в другое. Давай дальше. И еще вопросы от ваших украинских подписчиков. На почту пришло пару писем на днях, где хотят узнать, слышали ли вы о таком блогере, как Анатолий Шарий, и если да, то что вы о нем думаете? Ну, я, по-моему, я видел что-то такое. По фотографии это было малоприятно. Какие-то тезисы что-то где-то 2-3 года назад проходили. Но мне кажется, что он один из тех, кто сосет у Кремля. Простите этот термин, но или называть вещи своими именами, или не называть вовсе. Мы же все-таки здесь не барышни, да, с пяльцами. Поэтому это неинтересно. Просто неинтересно. Просто с такой фамилией, что он может делать, я не знаю, чем заниматься. Да, дальше давай. Так, в прошлом месяце не стало великого артиста Сергея Юрского. Мы знаем, что вы с ним дружили. Он также снимался у вас в поэзии «Судьбы» в передаче. И, конечно же, хотелось бы услышать еще несколько слов о нем. Ну, нельзя сказать, что мы дружили. Мы много общались, приятельствовали и перезванивались. Но это все-таки не... Я не могу сказать, что мы дружили. Прямо это было очень серьезно. Юрский, конечно, очень талантливый, значительный артист. И это печально, что уходит вместе с ним, уходит та эпоха, когда действительно был профессионализм, была оригинальность, индивидуальность, когда... Это часть ВДТ, это часть московской школы, это часть театра Моссовета. Это значительный такой, знаете, камень в этом огромном строении театра и кино отечественного. И были блестящие примеры. Вот Юрский – это еще один камень из фундамента. И это очень печально, что он ушел. Вот так неожиданно, хотя возраст, но, знаете, сейчас все-таки уже возраст и дольше живут. Я могу сказать так, что он был значительный актер, но в руках режиссера. И когда у него была блестящая пьеса какого-то, драматурга. Вот это парадокс. В жизни Юрский был просто невероятно скучным человеком. Я вам честно скажу, может быть, это вас удивит, кого-то расстроит или даже как-то огорчит. Но вот, если честно, это так. Он невероятный. То есть, если бы вы с ним пообщались бы лично, абсолютно на любую тему, это просто, вы бы не поверили, что вот этот искрометный человек, это Остав Бендер, это Чацкий, ну, Чацкий я имею в виду в БДТ и так далее, что вот он может быть настолько патологически скушен на первой, второй и сорок пятой фразе и вообще во всем. И это отразилось на его нудности даже в том, что он писал и в пьесах. Это, в общем, его отчасти погубило, потому что, ну, это вот вы не знаете, но почему он неожиданно не стал? Он написал пьесу очередную, но все-таки, понимаете, актер – это такой организм, он реализует чужие идеи своими талантами вместе с режиссером. А ему лучше не надо писать, понимаете, ну, не надо писать, что-то такое. Он написал пьесу, сам поставил в Моссовете. Естественно, там после первого акта публика ушла, прям практически совсем. Ему не нашлось умного человека, вот, чтобы сказать, что не надо ему ничего самому такого делать, надо играть в великие пьесы с хорошими режиссерами. Или творческие вечера, чтобы он читал там Хармса, Бабели и прочее, то есть материал чужой. И вот он это сделал, и, конечно, для него это был чудовищный удар, и он пришел после этого и умер. Вот это такая страшная история настоящего творческого человека, который не смог перенести вот этот провал. И вот реальность такова. Но я повторяю, что это уходит часть изумительной эпохи кино и театра, которая невосстановима. Потому что то, что сегодня происходит, это очень так стыдно на это смотреть, и печально на это смотреть. Давай дальше. Недавно, Евгений, вы опубликовали ваши замечательные фотографии с Мирой Матье после ее концерта в Кремле. И, естественно, многих ваших подписчиков интересует ваше личное впечатление от общения с ней. Вы знаете, это такое было, конечно, счастливое, счастливый вечер, счастливое общение, потому что, ну, представь себе этот голос, и мы все этот голос знаем с детства. Потому что так или иначе на радио, по телевизору она звучит, ее манера, ее стиль, который я бы назвал дерзкий, вот иногда его упрекают, что она немножко грубо так поет и эр форсирует. Но у нее, вы знаете, я бы назвал это дерзкий, дерзкий стиль, большой настоящий вокал, большой голос, потому что там все для этого есть, и небольшой рост, выход в резонатор, сразу в эти полые кости. Изначально правильно подобрали и педагога Люмьера, и продюсер, который ее нашел, заметил, запретил ей всякую личную жизнь. То есть вот это такая творческая машина по производству блестящего вокала. И надо сказать, ведь она очень музыкальна, в ней есть все, и если послушать историю любви и прочие песни, это невероятная нежность. Она показывает всю палитру, от нежности до ехидства, там, чао, бамби, но сори, и такой агрессивной, я бы сказал, радости, да, я бы сказал, дерзкой радости. То есть все есть, это прекрасно. И это было счастье, что этот голос я услышал вот так вживую, причем так с двух метров, потому что первый ряд этого вип-портера. Было интересно наблюдать мне профессионально за артикуляцией, за правильным дыханием, за всем вот этим имплементарием вокалиста. И, кроме того, она иногда напевала что-то во время букетного периода без микрофона, и это тоже было очень-очень интересно. Мы с ней общались потом за кулисами, и, конечно, как это сформулировать? Вы знаете, чувствуете, что она недолюблена. Это видно в глазах, в руках, как она протягивает руки, как смотрит, это видно. Но это ей, конечно, дает импульс творческий. Вот, понимаете, что-то всегда забирается, что-то дается. Это всегда какая-то медаль, монета о двух сторонах. И в данном случае здесь тоже это играет роль. Она невероятно интересна, профессионально за этим наблюдать, за этой историей человека в профессии. Так что, ну, там еще имеет значение, она живет из такой семьи тяжелой. 14 детей, братьев, сестер, бедность. И она, по-моему, всех кормила. И с ней вот сейчас, по-моему, сестра одна. Кажется, одну точно я видел, с ней общался. Может, еще кто-то приехал. Сестра навсегда на концерте. Я даже так пародирую ее. Но, знаете, это есть у нее песня. Пардоне-муа, с капризом, да? А я, для бедных сестер петь я должна. Та-ра-ра-тай, тара-ди-дара-ра-ра. Вот, да, конечно, это тоже присутствует. Мне, например, вот, чтобы так звучать, она же и без личной жизни, и без ресторанов, без прогулок, без этого всего разврата. Но зато звучит в 73 года почти как в 30. А это очень, я вам скажу, что это сложно. Магомаев так не смог. Он поэтому и в опере не стал петь. Небольшой голос, но он бы мог петь вторые партии в опере. Но он почему ушел в эстраду? Он хотел, его сказал, пить, гулять. И рано со сцены ушел, там помимо варикоза было все. И этот момент тоже, и пить, гулять, курить. Я это очень хорошо понимаю, кроме курить. А вот она, Мирея Матте, конечно, в этом плане уникальна. Как ее взяли там, юная девочка, эти продюсеры, Старк и прочие, в оборот, вот они как-то ее настроили только на работу. Вот эта работа, работа и все. Но для меня это было наслаждение, потому что я услышал блестящее пение, потому что это было все, это был восторг с голосом, который я знаю с детства. Так, дальше. Вижу, Евгений, что время, отведенное мне на вопросы, подошло к концу. И я думаю, что этот вопрос о Мирея Матте как раз красиво завершает эту рубрику. Поэтому от лица ваших подписчиков и от лица собственного я вас благодарю за ответы. И мы готовы переходить к вашей рубрике новостей. Знаешь, ты не застал эпоху, и я тоже ее не застал, но вот в 70-е годы ты бы, наверное, вместе с Шатиловой ввел какие-то мероприятия по награждению космонавтов, пионеров и КГБшников. Какой-то грамотой, вымпелом. Ты так все это делаешь как-то очень, я не знаю, правильно. Ты очень правильно и красиво так действительно завершил. эти выражения от лица под лица, вот это все такое, партии правительства. Но у тебя, конечно, немножко нежнее, чем там. Там это более официозное мудачество, но ты молодец, ты вот прямо умница, художественный. Настраиваешь меня, даже не как после этого читать эту рубрику новостей. Я напомню, что я... Пожалуйста. Я напомню, что я... Все, что такое вижу в Фейсбуке. Еще где-то скидываю себе файл, какие-то малоприятные новости, которые характеризуют изышедшие дни. И потом зачитываю в рубрике. Кстати, сейчас я начну не с того, что скинул, а с того, что был. Я вчера посетил выставку в Царицыно, в усадьбе, в Загором, так сказать, резиденции. И там выставляли экспонаты, объединив их в темой благотворительности. Благотворительности императорской фамилии, семьи. И вы знаете, что меня вызвало отторжение и омерзение. Вот царская семья, это романовская, Гольштейнгаторпа, они начинали войны сначала, а потом изображали благотворительность. То есть Николай II начал Вторую мировую войну, послал сотни тысяч русских людей на гибель, а потом его женушка, которая писала в письмах, что еще нарожают. Это же не Жуков, она первая зафиксирована документально. Я в этом писал в ее письме в 1916 году, что бабы еще нарожают. Она там вся в белом и вместе с коллегами фотографируется. Они без руки, без ноги солдата, она милосердно с ними фотографируется в белых одеждах с бинтиками. Знаешь, это мерзко, потому что ее муженек гадский посылает, посылает и еще раз посылает русских людей помирать, а она вот так, ну как это? Почему ему не сказать и встать, нет, мы не будем воевать? Это было бы гораздо больше для благотворительности, если бы не было трупов и коллег. Зачем перевязывать безногого, если можно его ставить с ногой, понимаешь? Вот это и ходят эти, знаешь, там, на выставке всегда есть просто шатающиеся, праздно шатающиеся, им не важно, куда зайти от мороза. А есть такая полуинтеллигентная, знаешь, такая вот, ходят эти свитерочки, смотрят выспрена такой, значит, ой, какая это императрица, какое это, какой император, они же не понимают, с кем он трахался без императрицы, они же не понимают, что он войну начал, что он там завидовал Александру Первому Наполеону, поэтому угробил людей. Они не вникают, им даже не нужно, им неприятно вникать, им приятно в этом находиться в состоянии дебильного экстаза перед чем-то там таким, с биркой. Вот, и смотреть на это очень и очень печально, что там портрет какого-то попа, и на нем все, это 19 век, и на холст с маслом, все бриллианты, рубины, изумруды, все вообще перевешено, у его древнееврейского этого начальника, изначального такого даже близко не было, камушка одного, а этот весель, ой, это так стыдно смотреть, и ходят эти рабы, так же они смотрят, как они в 19 веке ходили потом под коммуняками, сейчас он так же смотрит под этим. Это все невыносимо совершенно. Так, значит, дальше, теперь к новостям. Вот прелестное, знаете, тут прошел ксерокс думский про фейки, да, одобрил закон, и вот редакция Екатеринбургского информагентства .news направил при службе Госдумы официальный запрос с просьбой пояснить, не будет ли считаться фейковой новость с упоминанием пасхального приветствия, то есть Христос в воскресе, об этом сообщается на сайте издания. Помимо этого, в обращении на имя председателя Госдумы Володина задаются следующие вопросы. Как, по-вашему, воскрешение Христа – это фейк или реальность? Какой штраф последует для СМИ за такое дерзкое освящение очередного фейкового праздника в России, или все-таки это реальность? Лично вы сможете доказать воскрешение Христа, или факт, или это все-таки фейк? В общем, ну как это? И как, по-вашему, освещать данные события в СМИ? А я бы еще задал вопрос про так называемое Рождество. Фейк – это или нет, или как это доказывается? Потому что интересно, надо же, чтобы все это прописать изначально, что фейк, что не фейк, или кому можно там. Кто-то может, а кто-то скажет, что у вас это фейк, а у кого-то воскресе, а у кого-то оно не воскресе. Следующая прелестная тоже новость, я все читаю только из благости. Бывший начальник, там, как язык, как это назвать, у них это называется, короче, вот один из вожаков самопровозглашенных ДНР, Гиркин выставил на аукцион свою медальку за участие в аннексии Крыма России. Об этом на своей странице ВКонтакте написал координатор движения Новороссия. Золотая медаль памяти воссоединения Крыма с Россией 2014 года с профилем Путина на версии карты Крыма на реверсе. Вот такая вещь уже он должен продавать, Гиркин. Как Гиркин, как не стыдно, ну почему же? Просто скажите, что это неправда, как можно? Ну ладно, там медаль все про Крым, но продать профиль Путина, чтобы этот красоты профиль не освещал собой комнату, грудь и вообще квартиру, я не знаю, там лицо, подбородок снизу, чтобы он не озарял собой, я не как, вот я не знаю, это просто, это же любить, целовать и ходить, и носить, и выходить в народ, в люди, в театр, значит, для, это надо не отпускать такие, как это можно. Ну стыдно же, Гиркин, скажите, что это все неправда. Военком, это следующая новость, военком Красноярского края подтвердил, что избранный в ноябре прошлого года губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от призыва беззаконных на то основание и не имеет военного билета. Сейчас ему 31 год, и он вышел из призывного возраста, но должен явиться на призывную комиссию, где определяют степень его годности в запасе. Однако, как отметили в военкомате, Коновалов снова закон игнорирует. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Понятное дело, что к нему прибодались, потому что он победил не совсем того, кого надо, но у меня вопрос все-таки такой принципиальный. А что это такая патриотическая коммуняка не служила патриотизму? То есть, распределять чужие деньги и премии, это быстренько, прям моментально. А как явиться? Пусть военкомат идет, пусть послужит, пусть тоже там благотворительность, пусть потеряет какие-нибудь ноги, руки, чтобы потом государь и императрица немецкая пришла, дала ему бинтик, не ей нащипанный. И, конечно, может быть, братская могила, вполне даже очень, или его черви там кого-то, ленточные черви едят курсантов. Почему он сидит, жиреет в кресле, распределяет премии, почему он не служит? Пусть идет. То есть, если ты назвался уже таким, надел на себя лицо государственного человека, давай, давай, вот я в это не играю, а он же играет, давай, давай, пусть идет. Я считаю, что его надо послать, обязательно надо послать. Так, еще вот просто я в интернете заметил прелестное такое собрание за один день, не за несколько дней, новости, просто новости России за буквально там один-два дня. Консультантом видео сломал покупателю челюсть из-за вопроса о компьютерной мышке. Директора московской школы избили на рабочем месте разводным ключом. Главу, я не знаю, что тут больше напрягает разводной ключ или что на рабочем месте. Главу Хабаровского, чуть не прочитал Хабалковского, главу Хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы. А что это он не на малой родине? Так, в Приморье задержали одного из родителей, избивших пятиклассника за издевательство над детьми. То есть, пятиклассник издевался над детьми, а его избили родители тех, кого он издевался. То есть, как бы, вот полная, ну, это соборность. Знаешь, соборность, это когда все как-то вот такое вместе и в едином порыбе, все такое гомогенное. Дальше. Житель набережных Челнов. Кстати, я никогда не понимал этого словосочетания. С детства у меня были какие-то вопросы, которые я не понимал. Какие-то иностранные слова в песнях я потом выучил языки и понял. А набережные Челны я до сих пор не понимаю, что это означает. Житель набережных Челнов избил сожительницу горячим утюгом. В Кургане полицейский избил соседа-пенсионера за замечание о громкой музыке. На Рублевке люксняня избивала двухлетнего ребенка под камерами видеонаблюдения. В Москве задержанный за драку мужчина избил дознавателя в отделе полиции. Мужчина опять-таки избил до смерти сожителя Кочергой за отвергнутый ужин. Еще раз читаю. К 8 марта. Мужчина избил до смерти сожителя Кочергой за отвергнутый ужин. Пьяный клиент такси Валметьевский отказался оплачивать проезд, избил водителя и разнес иномарку. Воронежец черенком от лопаты забил мужчину, бросившего камнем его тетку. Там было написано «женщина», но я не думаю, что там эта женщина. Годовалого малыша, которого избивали три дня, перевели в АОДКБ. Не знаю, что это значит, но его перевели. Двое мужчин на Алтае избивали свою жертву кувалдой ради пин-кода. Тут еще две страницы такого текста за один день, но я просто уже язык заплетаю, потому что все всех избивают. Еще тоже прекрасно. Хорошо звучит. Это я так себе написал, двоеточие. Хорошо звучит. Самым состоятельным среди россиян стал председатель правления Новотек Леонид Михельсон. То есть самый состоятельный россиянин – это Михельсон. В мировом рейтинге он такое-то место, 24 миллиарда, ля-ля, он уступил основателю в прошлом году, бизнесмен вернул себе звание лидера, которое он тратил в прошлом году, уступив место основателю-владельцу НЛМК Владимиру Лисину. Вот Лисин тоже русский человек. Значит, Михельсон превзошел Лисина, теперь уступил, потом превзошел. В прошлом году Михельсон был третьим среди россиян в списке богатейших людей мира. Следом за ним расположился Лисин. Третье место у президента Лукойла Вагита Олег Первого. Вот, значит, тоже еще один русский человек. Я вас поздравляю, дорогие поклонники Путина и вообще, так сказать, отдельного пути. Немножко к Западу. Ну, к Западу, что на Западе все прекрасно, красивая архитектура и весна наступила. Ну, вот они от такой размягченности напустили дикарей, поэтому получили следующее. Сотрудники как минимум 18 французских тюрем устроили забастовку утром 6 марта в поддержку своих коллег, пострадавших накануне, в результате нападения в тюрьме города Конде-Сюг-Сарт на северо-западе страны, требуя повышения безопасности в тюрьмах и увеличения зарплат. Значит, 5 марта 27-летний заключенный тюрьмы Сарт Микаэль Чиолу забаррикадировался в камере вместе с своей женой, пришедшим к ним на свидание. Они перед этим напали на надзиразель с керамическим ножом, который она принесла. Тут было написано «женщина», не думаю, что это женщина, это какая-то самка, принесла с собой. Один из тюремчиков был ранен в грудную клетку, второй в лицо, они прооперированы. Значит, после заключенный заявил, почему-то его не убили, хотя, конечно, надо таких, просто, я не знаю, это нельзя жить, скотов таких оставлять. Значит, заявил заключенный, что он напал на тюремчиков, чтобы отомстить за шарифа Шеката, террориста, застрелившего трех человек на рождественской ярмарке в Страсбурге в декабре 1918 года. То есть, представьте себе, это животное решило мстить за того, кто уже убил трех людей. Поймите, они скоты, это выродки, их нельзя пускать априори просто в Европу. Понимаешь, он стал убивать людей за то, что там случайно застрелили террориста, который убил трех людей, ну, во время преследования застрелили. Это просто правило. Эти животные страшно мстительные. И ничего с ними, вы их не сможете цивилизовать. Вот вы получите только вот это. Эта скотина сидит в тюрьме на налоги европейских налогоплательщиков, на деньги их. И он же еще и хочет убивать. И у него еще жена есть. Эта скотина еще женилась, ничего не заработав, ничего не сделав. Он же еще нарвикодет, и оно же еще размножится, нарожает. Это все будет на деньги европейцев. Это еще дальше будет их убивать. Ну, вот. Что еще, что еще. Много новостей, но уже сейчас нет времени еще сегодня дальше интервью Канада. Короче говоря, возвращаясь, кстати говоря, к теме вот этих всех богатых, бессмысленных. Очень стыдно смотреть на многих, которые не помогают каналу и требуют, пишут, требуют, давайте ролики, видео и так далее. А чем вы помогли каналу? Вот есть там в конце перечислены разделы о канале, та и так далее. И вот я считаю так. Надо с вами, как Путин поступает, давайте, либо помогайте каналу, что-то перечисляйте, либо ничего не будет получать. Должна быть рыночная экономика. Не хотите, не получите. Потому что если вы неблагодарные скоты, значит, вы должны так и жить. Живите с путинскими телевидениями, живите, так сказать, с тем, чем вас кормят, вот так сказать, просто так. А просто, знаете, бесплатный сыр, он только в мышеловке. Поэтому, вот. Но, тем не менее, для хороших я желаю всего хорошего. Для тех, кто благодарны, я им желаю всего хорошего. И для них, прежде всего, сейчас еще, когда мы с вами попрощаемся, последует маленький отрывок из моего посещения, юбилея, замечательной актрисы Ирины Муравьевой, нашей прекрасной актрисы малого театра и такой, знаете, с таким комическим даром, которая запомнилась нам по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Москва слезам не верит». И вот сейчас нас ждут видеокадры несколько. А я, Антон, тебя благодарю за то, что ты изучаешь и читаешь вопросы. И всех вас за то, что вы были и слушали с нами на эфир. И до новых встреч, дорогие друзья! Это видео, Ирина Вадимовна, давно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok